Читанский стационарный пост ДПС был закрыт 8 лет назад. Между тем, только по одному направлению здесь проходит транспортный поток из четырех районов республики – Барунхемпчикского, Судхольского, Аюрского и Мангунтайгинского. На восстановление поста было выделено 300 тысяч рублей. Заменили окна, двери, сделали косметический ремонт здания и подвели свет. В первый день работы к автоинспекторам подключились налоговики и судебные приставы. Проверили более 50 автотранспортных средств, выявили более 20 нарушений по линии безопасности дорожного движения. В судебных приставах выявлено более 15 нарушений, из них наложено арестов 5, а также взыскано бюджет более 10 тысяч рублей. Напомним, что стационарные посты ДПС были прознены в ходе реформы МВД. Власти ТУ изначально выступали против такого решения. Ликвидация дорожных постов привела к осложнению ситуации. Вопрос решался на уровне министра внутренних дел. Совместно с министерством внутренних дел мы такое решение приняли. Сегодня убедился, что один из пунктов, который мы привели в порядок, пункт начал работать. Мы знаем, очень много ДТП происходит по вине пианых водителей. Я думаю, началом работы ДТП поставим препонта, скажем, вот этому нехорошему делу. В ходе инспекционного выезда глава ТУВ побывал и на посту ДПС в Актуруге, где тоже идет капитальный ремонт. Ожидается, что восстановление постов в Чаахоле, а также в ТЭС-хеме будет завершено в конце мая. Мадар Сандан, Буян Мангуш, Азамат Ачур, ТУВА-24.